Добро пожаловать на мой канал! И сегодня пойдет речь о покупках декоративной косметики. Буду говорить очень быстро, так что извините. Не люблю видео подобного плана, когда видео снимается в спешке, или нужно говорить очень быстро и так далее. Давайте начнем. Первое, что я приобрела, это были вот такие кисточки от Coastal Sand. Четыре кисточки. Кисточки достойного качества. Из всех представленных кисточек, которые у меня есть, мне понравились именно эти больше всего. Ставлю им пятерочку, но с большим минусом, потому что растушевочная кисточка тоже отличная, но она в принципе не дотягивает до более дорогих марок, но это ничего. Сама кисть по себе превосходна в работе. То есть, кто новичок, я осталась довольна, но есть, конечно же, лучшие растушевочные кисточки, но эта кисточка тоже отличная. Я рада, что она есть в моей коллекции. Эта кисточка под номером 250 отлично растушевывает тени. Также потрясающе наносить тени под брови. Очень хорошая кисточка. Также можно носить основной цвет, но она немножечко великовата. Но в принципе так, кисть отличная. Я рада, что она у меня есть. Следующая кисточка вот такая. Это у нас для проработки, она такая более детальная, эта кисточка, для работы с карандашом, с тенями. Тоже хорошая кисть, она меня очень порадовала. Она с натуральным ворсом, отличная кисть. В принципе, я думаю, что я буду покупать еще кисточки от Гостелс Сенс, так что, потому что достойное качество и хорошая продукция. Так что я очень-очень довольна. И две кисточки тоже мне очень понравились. Первая кисточка растушевочная, вторая кисточка такая вот бочоночек. Для складки века я ее использую. Но она очень мягкая. Хотелось бы, чтобы она была такой средней, как вам сказать, мягкости. Я не очень люблю мягкие кисточки подобного рода, потому что с ними тяжелее работать, чтобы сделать быстрый макияж. Мне бы хотелось видеть эту кисточку немножечко с таким более плотным и чуть-чуть жестким ворсом. А так, в принципе, кисточка многофункциональна и очень удобна в применении. Так, следующая кисточка такая растушевочная. Я ее использую тоже и для растушевки, и для хайлайтера. Она просто отличная и незаменима. Тоже хорошая кисть, но она, в принципе, ворс очень-очень мягкий. Очень-очень. Но, в принципе, если вы будете использовать минеральную косметику, то кисть эта будет вам незаменимым помощником. Так что попробуйте. Следующая покупка была вот таких палеток от Just Makeup. Это кейс магнитный, отличный кейс. И жалею, что не купила большой кейс, потому что очень легкие, очень удобные и практичные. Так, следующий продукт. Это у нас тональная основа от Evelyn. Я в предыдущем видео рассказала про тональную основу. Она бюджетная, эта тональная основа. Очень хорошая. Я люблю, конечно же, тональные основы более дорогие. Но я нисколько не жалею, что я купила, что попробовала. И предыдущая. Она стоящая. И эта стоящая. То есть полностью выполняет заявленные производителем функции. Здесь содержится гиалуроновая кислота. Она ультрастойка, как я вам сказала. Она потрясающе смотрится на коже. Не создает эффекта маски. Она выравнивает кожу. Отличная тональная основа. То есть никаких нареканий нет. И следующий продукт. Это была вот такая помада от Evelyn. Очень хорошая увлажняющая помада. Такой красивый нюдовый оттенок. Хорошо увлажняет губы. У меня под номером 455. И я осталась очень-очень довольна. Несмотря на такой хороший бюджетный вариант. И также вот такие карандаши для губ. В розовых оттенках. Это pink, это rox. Тоже хорошие карандаши. Обратите внимание. Бюджетные и хорошие. Так. Следующая покупка была база и теней. Базу дали мне в подарок при покупке этих теней. Тени тоже отличные. Оттенок 16. Шелковистый. В принципе я люблю продукцию от Vivienne Sabo. И это действительно хорошая марка. И следующая покупка у меня была палетка от NYX. Это палетка Strike Rose. Это больше в нюдовых оттенках. Таких постельных. Очень красивые палетки. Хорошее качество. Но палетка в натуральных оттенках. Увы. Я как бы побаивалась, что мне идут такие вот натуральные оттенки холодные. Но эти оттенки, они очень похожи между собой. Тоже можно создавать всевозможные макияжи. Но есть один минус. С такими оттенками я становлюсь. То есть мои глаза просто пропадают с лица. Нужно использовать подводку. Нужно использовать, чтобы ресницы были более густые, красивые. Тогда будут яркие глаза. А так, в принципе, мне надо более холодные оттенки. Более такие яркие оттенки. А так, в принципе, на каждый день сойдет. И здесь также, как мы видим, есть черный и коричневый оттенок. И этим эта палетка спасает всю ситуацию. Так. И эта палетка у нас Strike Rose. Тоже очень красивая палеточка. Здесь очень красивый сиреневый оттенок, салатовый оттенок, коричневые оттенки. Золотой такой, бронзовый. Красноватый оттенок. Тоже хорошая палетка. Я с удовольствием буду делать разные макияжи. Тоже отличная палетка. Качество потрясающее. Так что я очень-очень довольна. И последняя моя покупочка. Это была палетка китайская. И я ожидала какого-то плохого качества. Совсем что, не дай бог, будет аллергия. Или они будут сыпучие. Или много было причин. И я купила вот такую палетку. У меня две палетки. К сожалению, про палетку ярких оттенков я ее не принесла с собой. И не смогу вам показать. Покажу в следующий раз. Эта палетка потрясающая. Эта палетка с натуральными оттенками. Но есть один минус, что есть оттенки, которые очень похожи. То есть я сегодня использовала 5 оттенков. И практически они очень идентичны. Они очень мягкие. Они шелковистые. Хорошо держатся. Наношу их только на базу, заметьте. Без базы я не знаю, какие они. Но палетка потрясающая. Я думаю, что я куплю палетку от Костал Сенс. Обязательно сделаю обзор на... Ну, сравню эти две палетки. Какая из них лучше. То есть похожи они, не похожи. Стоит ли покупать. Или может они вообще похожи своим качеством. Как два двойника, да. Так что вот такие были покупки. Следующее видео ждите. Будет видео об уходовой косметике. Покупки уходовой косметики. Так что до новых встреч. Всем пока.